Украинским хакерам из группы Киберхунта удалось добыть неопровержимые доказательства того, что Кремль оплачивал услуги различных европейских политиков, которые после 2014 года готовы были признать Крым частью России. Слитые хакерами документы легли в основу громкого расследования, проведенного Международным объединением журналистов Organized Crime and Corruption Reporting Project. Подкуп европейских политиков разного ранга со стороны России является секретом полишинеля и, казалось бы, что нового могли нарыть хакеры и журналисты. Но в их руках оказалась настоящая информационная бомба. Они установили имя главного куратора коррупционных схем в России. И, как это часто бывает, где есть большие грязные деньги, там всплывает армянская фамилия. Выяснилось, что за организацией коррупционных схем стоял руководитель Бутафорного международного агентства актуальной политики российский медиатехнолог Саргиз Мирзаханян. Большая степень коррупции. То, что всплывала фамилия армянского лоббиста Мирзаханяна, это тоже показывает о том, насколько армянское лобби привлечено к этим делам и насколько оно беспардонно, бесцеремонно. Это просто конкретно покупает европейских дебютатов. Я не удивлюсь, если через какое-то время мы получим какие-то факты дополнительные конкретного финансирования, значит, подкупа армянскими лоббистами. То есть не только Мирзаханя, там, скорее всего, он не один, целый ряд из них. И я думаю, что потом как карточный домик, как домино, это распространится по всей Европе. Конечно, человека с улицы к такому большому потоку коррупционных денег никто бы не допустил. И Мирзаханяну долгие годы приходилось доказывать определенным кругам в России свою благонадежность и деловитость. За это время он успел поработать помощником депутата Госдумы Игоря Зотова. Был членом экспертного совета Комитета Госдумы по делам СНГ. Мирзаханян также успел проработать у одного из самых известных армянских лоббистов в России депутата Константина Затулина. Коррупционные схемы Мирзаханяна вскрылись, когда хакерам удалось взломать его переписки. Оказалось, что через Мирзаханяна и его команду шел поток денег на подкуп различных европейских чиновников и политиков. В основном Саргиз и его команда подкупали ультраправых европейских политиков, так как маргиналы меньше заботились о своей репутации. Деятельность армянского лобби будет одной из частей расследования. По крайней мере, должно быть, если Европарламент действительно хочет очистить себя и снять с себя подозрения о нелегальном лоббизме. Потому что любой человек, который наблюдал за работой Европарламента, за высказываниями тех или иных евродепутатов, их деятельность не может быть не связана с какими-то нелегальными, странными мотивациями со стороны армянского лобб. После аннексии Крыма российские власти решили провести в Ялте международную конференцию. Однако столкнулись с проблемой. Ехать пускай и в Солнечный, но все же под санкционный Крым. Никто из европейцев желанием не горел. Созывать гостей было поручено Мерзоханяну, который превосходно справился с поставленной задачей. Он не только полностью оплатил расходы по поездке, расселив европейских политиков в самых роскошных ялтинских гостиницах, но и щедро осыпал гостей солидными денежными суммами. Уже установлено, что депутат Европарламента от немецкой альтернативы для Германии Маркус Претцель получил от Мерзоханяна и его хозяев 5000 евро. Его коллега из Чехии, ультраправый политик Яромир Каличек, тоже 5000 евро. Услуги членов Национального совета Австрии от Ультраправой партии Свободы Акселя Кассегера и Барбары Розенкратц оценили в 4000 евро. Стефано Вальдегамбери, член регионального совета Венето, получил 3000 евро. Через Мерзоханяна, по всей видимости, было оплачено и принятие региональными парламентами трех областей Италии – Венето, Лигурии и Лобардии – резолюции в поддержку аннексии Крыма и с призывом отменить санкции против России. Мерзоханян также оплачивал и публикации заказных статей в различных европейских СМИ. Знакомая схема, не так ли? Уж больно сильно она напоминает то, как армянское лобби подкупало европейские СМИ и политиков, активно зазывая их в Карабах. Точно так же подкупались различные главы общин и муниципалитетов европейских городков, а также депутаты местных парламентов, которые признавали так называемую независимость сепаратистского режима в Карабахе. А потом эти филькины грамоты превозносились армянскими лоббистами как международно-правовые документы. Армянского лобби, который годами разгуливал по Европарламенту, который чувствовал себя уютно, представители которого были приглашены на сессии Европарламента, которые фактически могли заказывать себе высказывания и резолюции депутатов. А были моменты, когда и целых комиссий, и всего Европарламента. И закон, и мораль, и этика, и право, и история против них. Единственное, что у них было, это деньги. И по всей видимости, этими деньгами они и покупали проармянские резолюции. Сколько сотен европейских политиков и чиновников за годы оккупации посетили Карабах? Сколько миллионов денег было на это спущено армянскими лоббистами? Точного счета мы никогда не узнаем. Но бесспорно, что все эти усилия были напрасны и деньги просто улетели в трубу. Но зато у армянских пропагандистов и лоббистов остался бесценный богатый опыт по подкупу политиков и чиновников по всему миру. Не случайно все процессы, которые мы видели в Европарламенте, они происходили. Я в частности говорю сейчас об Азербайджане. Резолюция в свое время была. Весь вопрос сыр-бор вокруг пресловутого геноцида армянского признания. То есть это тоже было, по всей видимости, очень хорошо профинансировано. Сейчас конкретно вопрос на сегодняшний день задает нам вопрос об антиазербайджанской кампании. Как в СМИ, так и в политических кругах. И вот резолюция, которая была принята Европарламентом, последняя, она тоже нам очень наводит на такие вопросы. После громкого коррупционного скандала со своим заместителем Евой Кайли, президент Европарламента Роберто Митсоло, дала ряд интервью, в которых обещала усилить борьбу с коррупцией среди европарламентариев. Митсоло обещала встряхнуть Европарламент и реформировать его. Однако в эти заверения уже не верят и сами депутаты. Некогда один из самых влиятельных европейских институтов превратился в загнивающее коррупционное болото, резолюции которого уже не могут вызвать ничего, кроме ухмылки. И когда в очередной раз Европарламент выхаркивает новую резолюцию против Азербайджана и любой другой страны, старающейся проводить независимую политику, то скрыть вонь от коррупционных денег уже не получится. Продолжение следует...